А мы проедемся до Большого Будды. Были там в прошлом году. Я соскучилась. Надеюсь, он по мне тоже. Очень живописное место. Вы с нами? Мы еще только приближаемся к холму Нагерд, на котором расположен Большой Будда. И смотрите, мы его уже видим. Надо сказать, что дорога до подножия статуи сама по себе очень живописна. И вот мы практически на месте. Даже на машине по этой извилистой дороге мы поднимались довольно долго. И я все время думаю, а сколько же времени займет, если добираться до подножия пешком? И даже боюсь предположить, несколько часов это точно. И это была бы еще та тренировка. К счастью, у нас нет пока такой необходимости. А мы припарковались, оставили машину и идем уже непосредственно к статуе. Первое, что мы видим, это стенд, на котором указано, какие именно участки тела должны быть закрыты одеждой, иначе вас не пропустят. Это, кстати, серьезно. Мы прошли. Стадим вход свободный, бесплатный. Я оделась по всем правилам. Я знала, как одеваться. Плечи закрыты. На мне длинная юбка. Нельзя в шортах, в короткой юбке с открытыми плечами. Тут есть небольшой сувенирный магазинчик. Продается, в принципе, то же, что и везде. На всякий случай зайдем, посмотрим. Что тут еще? Одежда. Очки. Дольчик кабану нет. Сюда уходим. Ну, здравствуй, дорогой. Давно не видел. Туристы, конечно, есть, но поверьте, это их не так уж много. Бывает и больше. Но чем раньше вы приедете, тем меньше будет туристов. А также здесь одна из лучших видовых площадок на всем Пукете. Почему? Потому что весь Пукет здесь видно со всех сторон. так как мы находимся на холме, полюбуемся нашим красавчиком любимым. Главное вниз телефон не уронить, и все будет прекрасно. Красавец Таиланд. Красавец Пукет. Чей-то дроник летает. А что? Кошмарно. Только я подумала, что нужно крепко держать телефон, чтобы он туда вниз не свалился. И слышу, как одна девушка говорит, что у мужа недавно туда упал 15-й айфон. Да, неприятно, конечно. Поэтому держим телефон крепче. А там уж как получится. Давайте, наконец, совершим восхождение к сидячему Будде Шакьямуне. Статуя высотой 45 метров. Сделана из бетона и покрыта белым берманским мрамором. 30 миллионов бат ушло на создание этой статуи. И в основном эти деньги были собраны за счет пожертвований. Лучше, конечно, сюда приезжать в солнечную ясную погоду. Сегодня более-менее нормально. Первый год, когда мы здесь были, мы приехали. Все было в такой вдымке. Было ощущение такой серости. Сейчас гораздо всё более живописно. Время четвёртый час. Солнышко как раз за спиной Будды. Я снимаю против солнца, поэтому он такой тёмненький. Можно было приехать, конечно, пораньше. А это зона медитации. Её для вас проводит учитель. Она длится 7 минут и называется медитация счастья. Вы садитесь на эти мягкие татами и повторяете вслед за учителем движения рук, которые также обозначены на этом стенде. Слушайте голос учителя и напитывайтесь положительной энергетикой этого места. И сразу за зоной медитации, сбоку от статуи, вот такой практически сказочный лес. Дерево желаний. Вот посмотрите, что я сразу вижу. Вот это самое главное. Да будет так. 24-й год уже кто-то написал. Молодцы. О своих самых сокровенных желаниях люди пишут на разных языках и очень много на русском. Здоровье, достатка, благополучие. Ну, не будем читать. Это всё-таки сокровенные. Хотя, если подумать, у нас у всех одинаковые желания. Пойдём дальше в этот сказочный лес. Интересно. Скорее всего, из бетона села она специально от дерева. Не буду снимать людей. А вот этого человека я с удовольствием сниму. Посмотрите, какой милаш. Главное бы не напугать. Сидит себе на ельце. Отдыхает. По-настоящему местный житель. Ой, держать очки надо. Приближается красавчик. Ой, в помойке что-то ищет. Ты ж мой хороший. Ну, вот только кормить и гладить их не нужно, ребятки. Потому что это всё-таки дикие обезьянки. Вряд ли он. Бедный, голодный. Кока-кола. Хочется сказать всегда. Кока-кола. Обойду его тихонечко со спинки, чтобы не против солнца снимать. Не похож он на голодающего. Довольно упитанный товарищ. Ладно, оставим в покое. Тихонечко пройдём дальше. Ой, приближается опять. Сейчас прыгнет на дерево. Опачки, молодец. Скажи, вебезьяна я в конце концов. Только кто. Всё, ушёл по своим делам. Местный житель. А вон ещё одна. Что-то наяривает. Из пластикового пакета. Подружка. Маленькая его подружка. Я думаю, их тут немало. Так, что у нас здесь? Все увлечены обезьянкой. Все её снимают, фотографируют. К счастью, никто не кормит. И не протягивает к ней свои ручки. Вон они. У неё там теперь банка из-под пива. А нет, не пиво. Вот ещё одно дерево. Желаний тут много, оказывается. Ещё одна статуя, видимо, учётного монаха Таиланда в прошлом. Причём, как интересно. Посмотрите. Европейское лицо. Угу. 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 Та же табличка здесь есть на разных языках. Угу. 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 Кислота для глаз. Угу. 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 а вот и люди собрались для медитации и я постояла посмотрела и знаете что присоединилась к ним в начале вы смотрите на учителя и повторяете движение рук и стараетесь их запомнить это несложно а дальнейшая медитация проходит по возможности с закрытыми глазами вы только следуете за голосом учителя дышите он объясняет когда нужно делать вдох когда выдох говорит он на английском языке мне очень понравилось и я вам рекомендую если будете здесь обязательно присоединиться прекрасное место для медитации у подможья большого пути конечно много туристов вокруг нужно как раз таки учиться странироваться от внешних воздействий и сосредоточиться только на себе на своих ощущениях это молчев йога и счастлив тот кто это постиг а кто на пути в познание еще более счастлив еще одна дорожка ведущая вниз мать-земля мада и полюбоваться еще одним видом обезьянки прыгают по веткам то и слышен грохот какое интересное дерево похоже на гигантскую юбку хотя ствол у нее тонкий да вот еще одно видимо разновидность я конечно тоже не упущу возможности находясь в этом светлом месте с такой положительной энергетикой которую ты чувствуешь каждой клеточкой своего тела попросить всего доброго самого светлого и хорошего для себя и для других людей да будет так и чуть-чуть с другого ракурса взглянем на остров еще раз полюбуемся его красотой теплотой кто любит тайлан так же какая поделитесь комментариях все фотографируются на фоне этих слоников а я поступлю хитрее я сделаю видео всем я хуже паристов ну ничем вкусная тела а передо мной я да он сам мне лично здесь очень нравится посмотрите у меня получится корона не принцесса нет а кто королевна еще у подножья Будды статуя не знаю честно говоря кому как будто какой-то главнокомандующий явно военный человек если знаете кто это напишите пожалуйста в комментариях просветите меня буду очень благодарна а какой-то полководец тайский с погоной со шпагой ищу один себя чего-то люди ставят благовония так же загадывая желания прося о чем-то наверняка они просят здоровья благополучия в своей семье и себе мира во всем мире присоединяются мысленно а сами палочки с благовониями можно приобрести вот здесь за донаты конечно кто сколько может кто сколько может пожертвует кто сколько может пожертвует и еще какой-то явно видный деятель не тот который в розовой футболочке а вот тот который повыше с каким-то кувшином в руках к сожалению тоже не знаю кто это просветите дорогие друзья если вы в курсе я тоже буду знать в следующий год еще раз расскажу вам с более подробной информацией люблю тебя Таиланд ой как их много целая семейка с малышней идут себе по делам по своим о на сколько таз с водой там ванна для них целая моются там вот еще одно развлечение купаются прямо кстати вот еще одна полезная информация для любителей тату пожалуйста будьте человечными как оказалось спускаться обратно по лестницам где мы поднимались нельзя нужно обходить то есть чтобы не поворачиваться к будди спиной и вот здесь еще одна зона для медитации и пожертвовали а мы начинаем наш спуск и мимо вот этих товарищей я проехать не могу нужно сделать остановку маленький совсем малыш слоник как-то совсем не хочется на них кататься конечно мы их кормили уже и не раз вот как он любит арбузы прямо с коробочки забирают полосатенький такой балосатенький такой вот еще одни желающие покормить моника хорошо он тут пристроился в кафе каждый подойдет в покорме а там какие красивые попугая в клетках в клетках в клетках ничего себе эти такие большие а вот в этом кафе мы останавливались помню здесь очень красивый вид и само оно симпатичное симпатичный интерьер сейчас зайдем так помню брала вот этот очень вкусный карамель крем карамель есть у вас есть эта позиция в вашем меню? да? это хорошо друзья поделитесь в комментариях если будете на Пхукете планируете ли вы посетить статую большого Будды интересно ли вам это мини путешествие может быть вы здесь уже были и на обратной дороге вы увидите несколько кафе но именно это мне нравится больше всего и я рекомендую вам остановиться именно здесь на мой взгляд оно самое атмосферное и обязательно с музыкальным сопровождением слышите? можно посидеть как под навесом так и на открытой веранде тут еще остались новогодние украшения снежинки я заказала опять свой любимый крем карамель и чаек хорошо что не убрали эту позицию из меню такое случается буду наслаждаться видом и кушать пиздец и да вот ради этого я и остановилась поверьте это того стоит о слышали крик это слоник крем карамель прохладный очень вкусный приятный ветерок кричат слоники а я буду вкушать а я буду вкушать свой любимый десерт мммм крем карамель обожаю взяла горячий чай ну что делать люблю горячий чай с десертом для кофе для кофе уже поздновато вкусно клубничка кстати и мята ее кладут для украшения а я очень люблю ее съесть очень вкусно ветерок подул и листья полетели я говорю прямо осень в Таиланде наступила листопад настоящий друзья надеюсь вам было интересно и познавательно если это так поделитесь пожалуйста в комментариях или наоборот напишите чего вам не хватило давайте будем на связи подпишитесь кто еще не со мной и кстати это кафе называется Mountain Breeze столько вам про него рассказала а название упомянуть забыла вот вы видите его логотип виртуально вас обнимаю а кто поставит лайк обнимаю два раза